Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешево. Номер 579. События дня. 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. За 14 июля 2017 года пишет Вера Мурник. Христос посреди нас, уважаемый Игнатий Тихонович, как объяснить пятидесятникам, субботникам и другим представителям разных религий, на чём у православных обоснован пост? На чём он обоснован? Это вопросы задают люди, которые не постятся. А зачем ему это знать? На чём он обоснован? Вы же всё равно будете есть, когда что захотите. Когда я говорю с сектантом, что и сам Христос постился, то все они мне в один голос отвечают одно и то же. Христос постился и полностью ничего не вкушал. А вы, православные, идите до сыты и при сытом желудке говорите, что у вас пост. Это у вас не пост, а человеческие выдумки. И они никому не нужны. И при этих словах лукаво улыбаются. Что мне ответить на их глумительство? Ну, что ответить? Если речь идёт об Евангелии, не евангельского устроения, посты эти не имеют обоснования. И сказать здесь так же, как есть. Но если разницы никакой нет, то 10 рублей, если ты проешь, и 20, разница есть или нет? И дальше, какое у тебя тело? В норме оно или лище на тебе 40-50 килограмм? Этот вопрос можно ответить. Но вот в раю человек постился. Пост и молитва. Борьба против дьявола. Борьба. Нет другого оружия. Нет. Пост и молитва. И против него воюет кто в первую очередь? Монахи. Послушание ави дороже поста и молитвы. То есть Бог дал оружие, а кто-то говорит, а вот это? Нет. Главное, вопрос и молитва. Это на втором месте, на третьем. А как? А в раю Адаму было сказано. Всё можно есть, кроме показанного дерева. Это есть пост. Самый настоящий пост. И кто его нарушил? Ну, в первую очередь, кто подбил на это? Дьявол. А надо было воздержаться. Это фактически православный пост. Если так выразиться с иронией. Действительно так. И далее что? Далее все мы умираем. Сто миллиардов умерло. Миллиардов. Не человек. Почему написано? Женщина – это горше смерти. Интересно. Если одна женщина горше смерти, а у Соломона их, который, он приобщился, тысячи, то тысячи смертей было у Соломона. Тысячи. Лучше соглашусь жить там с медведицей, на углу кровли, чем в пространном доме с женщиной злой. И везде, всю договорится. Горше смерти. Как это так? Такая была власть, мог приструнить ее. Нет, горше смерти. Она будет поносить, и тебя будет приставать, будет требовать. И однако самым-самым пышным образом начинает украшать свадьбу. И название-то какое – брак. Как ты не поверни брак? Брак. Уже бракоделье. И вот столько-то людей сидят, смотрят, и опытом никто не делает, и все кричат горько, горько, горько. Вроде бы поцелуем, он что-то разбавит. Еще не разбавится. Как один после брачной ночи пришел к Игорю и говорит, и это все? Он говорит, дурак. Что на это сказать? Начинаю считать крейсеров сонаты Льва Толстого. Он призывает там прямо к безбрачию. Открыто. И фильм из этого Олег Янковский играет. Вообще превосходно. Но да как люди будут размножаться? Он отвечает, да зачем же им размножаться-то? Зачем это нужно размножаться? У человека если есть цель спасти душу, а какое размножение-то? Это все отвлекает тебя. Жена ты заботится о том, как угодить жене. И ответ, и никогда ей не угодишь. Есть разница между замужней и не замужней. Замужней заботиться, как угодить мужу. И добавь, никогда ему не угодишь. Никогда. Ну, поел через, ну, передо мной, если находится животное, кошка, собака. Что, напомнишь, что вчера я ей хорошее давал ел? Нет, конечно. И человек точно так же. Главное-то, к сердцу мужчины через желудок. Ну, еще, это к сердцу пришел. К такому сердцу, если через желудок идет, то дальше-то куда ниже, к анальному, ну, и все, дырявая сокровищница, как Ян Златоустом смехается. И сколько ни ложи, все просыпется. И запечатать нельзя. Не будешь все время в себе это держать. Что им ответить? Спросите их. Там, сектантов всех, еретиков. Вот попали вы в плен. Где-то вас пленили. И вы будете все есть. В Китай попали, пленили вас где-то. Все подряд. Хотя можно и выбор сделать. Поверь, подряд будут. Если разницы никакой нет, это разговор. Пиафана Затворника, посчитайте, причины какие-то, другое. А я остается одной резонной, говорит, как будто не хочу. Ну, а против не хочу ничего, говорит, доводов нету, не хочу поститься. А вот, когда умрешь, тебя демоны потащат в ад. Хочу, не хочу, говорит, а пойдешь. Вот. Такой простой формы Пиафан Затворник все это выразил. Четыре причины, которые выставляют. Когда надо, тогда и буду. Это полное воздержание. Я знаю, отлично этих всех сектантов, перечисленных, писятников. И разговор о посте полностью воздерживается. Все это миф. Не воздерживаются, и едят, и трескают, что хотят. Если разности никакой нет. Ну и воздержись. Для всех сделал совсем, Павел говорит. Не буду есть мясо, вина, дабы не соблазнить, не подать повод. Будут они воздерживаться, среди православных живут, во время великого поста трескают все подряд. Не будут. Это только разговор один. Если разности никакой нет. А отроки в плену, они могли все есть с царского стола. Едва уговорили начальника над ними. И оказалось, что тела у них более красивые выглядят, лучше. Посты православные не евангельского устроения, но церковь их установила, и православному надо соблюдать. Мне, особенно Петров, пост поперек стоит. Привожу детей 10 июня. Вот еще 12 начинается пост. Один день фактически. Но один день и дальше ничего нет. и живут месяц, уезжают, и после них дня через 3 пост кончается. Кончается пост. 12 июля всегда в одно время кончается, а начинается через неделю после Троицы. А уже 14 августа по 28 Успенский пост. Через месяц. А там монахи пустынники придумали. И действительно так. Это не евангельский пост. Да мало того, строгий пост. В это время уборочная идет. Мужики на поле и нельзя есть. У него есть хоть что-то маленькое. Там коровка подкрепить себе нету. Квас да редька вот и работает. Квас да редька да хлеба досыта редко. Вот и теперь потяни. И однако расплодились и размножались. 3-5 миллионов в чистой прибыли каждый год было попутно сказать. И вот здесь есть разница. Эти отроки не ели все. А стектанты бы ели подряд лопали. Ну и Павел говорит не буду есть мясо. Но и вы не ешьте мясо. Он только о мясе речь ведет. Будете есть. Потому что утробы ленивые. Мне пост этот не нужен. Но мы соблюдаем. Соблюдаем потому что это восстановление церковное. И у нас не нарушается. Мы смотрим календарь когда можно растительное масло когда рыбу. Я говорю про Петров пост. А остальное это мы сами властны. Я на детей еще ориентир держу. Чтобы они были сыты. Поэтому много рыбы везем из города. Халва постоянно пряники. И действительно постом это не назовешь. Церков так назвала. Что то они лукаво улыбаются. Что мне ответить на их глумительство? Да зачем же отвечать-то? Какими библейскими цитатами может защитить православие? Да никакими. Православие защитить библейскими цитатами. Вы смеетесь просто. Да нельзя защитить, потому что оно не евангельское. И сказать так мы это исполняем. Так повелели святые отцы. Какие места в Библии нужно указать для того чтобы они замолчали и не смеялись больше. Никаких мест вы не укажете. Послушание церкви. Одно слово. Они еретики. Еретики сектанты. Они вне церкви. Спрашивают не о чем. скажем святые постели. Да Иоанн креститель постился. Видите какой сокращенный рацион. Акриды дикий мед. Все. Никакого мяса ничего нигде нету. Они ничего во внимание не берут. Я привожу места писания им. Вот отроки в Вавилоне в Седрах Писах и Абдинага. Но однако для них это никакой роли не играет. Но я им сказал. Вот у меня был здесь один бактист все принял поехал домой пост. Потом встречают еще еще не хватало ехал дорогу у меня голова закружилась. То есть ешь только не мясо нет пошел сразу купил себе колбасы дорогой если разницы нет. Моя сестра Валентина живет в Оранцовке Киргизии корова своя сливки свои молоко масло на этой же улице живет баба Марфа Баптистка и она ей дает сметаны молока и говорит баба Марфа хоть ты сектанка но есть тебе тоже хочется но у нас сейчас избыток мы все это приготовим пока вот я тебе даю кринку кастрюлю еще она дала не знаю и говорит ты сейчас страстная неделя тут не едят люди ничего православные бабушка она в четверг вечером хлеба поест и потом только воскресенье не пить не есть это наши вот я знаю постился Александр Иванович говорит в Искитиме у них он бревна вылавливал старик бревна плывущие по реке которые там просто так ни сплава никакого ничего как-то там где-то упало и сам распиливал и только воскресенье просву расъедал и опять до воскресенья семь дней опять семь дней и за Великий пост семь раз только вкушал ничего не пьет не ест не пьет и не ест и вот здесь нужно сказать что православие стоит намного выше сектанства если разницы никакой нет одну ту же работу делать ну посмотри какое тело Бог дает какое ну нашей семье родни во все концы по отцу по матери никогда толстых жирных не было все нормальный вес и все работают я вот каждый день благодарю Бога что дает мне возможность есть хлеб в поте лица каждый день работать и все посты соблюдаем и нам не тяжко и вот она дала это и Мархита ты баба Марфа не ешь только страстная неделя тут пятница как раз вот у нас ничего не едят полностью весь день пост да я знаю Валентина Тихоновна да неужели же я буду есть да никогда да я что же я не верующая какая что я татарка мусульманка там все потом на Пасху встречается Валя ты прости меня я не удержалась поела сметаны творожку бабка за 70 лет разницы нет никакой есть зачем же ты баба ела ну ты же была православная потеряла веру как требуется по уставу и обещала мне но ничего не могла сделать то есть явно дело что не сама собой руководит ей в рот сатана затолкал это все сатана потому что дала обещание дал слово держись да да или нет нет но тут доказывать нечего что это неправильно и она потому и просит как бы прощения Валентина меня прости ну еще бабу Марку сказать мы православные вот несколько мест писания которые подкидывают у меня немножко успевая отвечать а так отвечать то никогда и показать надо наши ресурсы немножко вот которые мы пользуемся это мой мир это главное у меня вот на него переноска идет видишь как бегает девчата все сестры наши на тележке возят у меня уходит от 7 до 10 минут пока я перекину не просто копия это так сказать сноска а полностью перекачиваю в мой мир с нашего канала и чтобы перенести вот это все ну оно переносит потом целый день но я сразу их туда заряжаю 7-10 минут отдать каждый раз вот здесь очень богатый мой мир вот как выглядит где я в шапке тут можно писать спрашивать и форум православный форум большой очень удобно пользоваться вот так что-то тут старик зашел существует в настоящее время истинная церковь господа это какой-то старик ну давайте посмотрим что он тут говорит существует ли пока говорили сейчас записывали в это время пришел новый человек вот тут что-то старик что говорит позволю с вами не согласиться там кто пишет Владимир Урала и даже если нет таких церквей то сам христианин сохраняющий чистоту и есть как вы правильно сказали церковь Христа позволю с вами не согласиться ибо всякие творящие самочине и тем более не покоряющиеся власти богом установленной церкви есть раскольник и бесчинный таковой горд и буин не совершает добродетели и не желает идти путем смирения а без смирения нет и благодати спасительной более того всякий кто отделяется от церкви поместной как освященная ветвь не может иметь в жизни в себе засохнет и истребится это пользователи сообщения какие группа вера баптист страна Соединенных Штатов частый гость у него уже сообщение 47 ну вот так вот он сказал такие слова конечно отвечают о церкви бесчинник а сам о церкви баптист освященный как его понять он понимает церковь и свою секту еретиков своих тоже непонятно а церковь это первоапостольская где есть рукоположение апостольское епископат а где нет он и баптист подписывается а рассуждение как у православного ну он давно сражается здесь с одним видимо маленько что-то принял 1600 тем у нас здесь ну и вот сегодня я выставил 12 видеороликов 12 за раз вчера 11 вот здесь какой-то пользуется заливаем водой шлем древнего богатыря исполина 26 посещений уроки музыки тут 12 вот по 20 зашло даже уже за сколько-то за 51 минуту немножко это у нас посещаемость все-таки все-таки есть а вот уже если взять это замки которые мне снимать нужно будет я сам-то не ставлю модератор администрация работает вчера вчера уже которые прошли ну тут посмотреть ваня дробот с баяном прощание 464 просмотра за один день вот вот 400 просмотров будто был лучшевич виталий с семьей баптистская семья приняла крещение приезжала у нас беседа соглашенная 582 просмотра вот и как то есть немного вперед ну проходит время здесь от раскрытия тайны два дня как начинается любая война 767 виктор ремонтирует сарай 587 видите чем дальше проходит время большее число людей просматривает а это все снимать мне замки тут уже сплошное идет 200 порчи черемухи тремя вот такими 1335 за три дня я просто показать что мало приходит но это постоянное то 400 а вот Блаженов и Филакта толкования за 4 дня 38 только а вот приехали встречаем Королевых 1414 за 4 дня ну вот так что еще здесь сказать у нас большой вот это видеоканал я показал это видеоканал 1000 то сколько у нас 7000 наверное 600 примерно так 7600 роликов видеороликов наших и православный библейский сайт во свете библии самое главное это 4124 вопроса и ответа ну вот я беру взаимоотношения людей людей вот взаимоотношения вопросы некоторые помаленьку озвучиваю их вопрос 2288 9 том открытым оком почему получил ответ на заданный вопрос люди сейчас снова возвращаются к нему как к незнакомому вопросы мне задают в университетах где я вел занятия ответ значит или ответ был неудовлетворителен или задававший несерьезный совопросник и не приступил к исполнению в своей жизни на практике по полученному ответу если у задавшего вопрос библия не является авторитетом то для него любой поп или шаман гуру или деспот будет хорош если данный им ответ сопадет с его уже сформировавшимся замыслом и мнением по данному вопросу это мой ответ дашь и кавычки ответов по библии чтобы не было противоречий с канонами церкви со святыми отцами мало найдете таких ответов в газетах в интернете нет кавычек тут нету просто так в нашей книге открытым оком где уже 2200 ответов в 8 томах по 752 странице в каждой книге не просто уникальны по этим параметрам но единственные во всем мире если я ошибаюсь то дайте мне знать об этом ответ должен быть не сиюминутный но с ароматом вечности и точно по слову Божию как бы от самого Господа Бога ты получил ответ связующие слова могут быть лишь наводящими на Божью мысль но задавая вопрос не погуби себя если получив откровение Духа Святого из Библии ты посягнешь на вольность совопросники не принимающие Христа уходят во тьму 1 корифом где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие Исайя 8.20 обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света сегодняшние попы гонят людей к снам чудесам к канонизациям бесконечным люди же со своими вопросами приходят к священникам чтобы получить от них Божий ответ а батюшки кормят их полынью своих вымыслов Малахи 2.7 его уста священника должны хранить в ведении и закона ищут от уст его потому что он вестник Господа Савофа да какой священник думает что он вестник Господа Савофа он того что научили в семинаре чем ему голову это забили и все он не сравнивает это с Библией а ответ не по Библии это прямой дорогой уводят к иному божеству к романаху Трифону в Диевееве к архимандриту Крестьянкину в Печоры или Гурьянову на остров залит или к иному подобию идола в рясе который крутит и вертит народам по поиску чудес Царь Закония 29.18 да не будет между вами мужчина или женщина или рода или колена которых сердце уклонилась бы ныне от Господа Бога нашего чтобы ходить служить богам тех народов да не будет между вами корня произращающего яд и полынь вот эти ответы которые дают яд и полынь Второзаконие 29.18 вопрос 2289 на какую газету лучше подписаться или постоянно покупать чтобы быть в курсе основных дел в мире ответ если верить сообщениям то в мире ежегодно появляется издается около 300 тысяч новых книг про журналы и другую мелюзгу можно сказать бесчетный регион все не пересчитаешь все не пересмотришь лучше всего ничего не читать кроме Библии но это не всегда удается потому приходится кое-что просматривать раньше я подписывался на комсомольскую правду тогда цена номера была 2 копейки но когда добавили цену до 3 копеек я отказался от нее потом появилась возможность брать бесплатно номера всех изданий на Алтае и центральной печати то что продают в Роспечати то есть они что не распродают еще это мне давали учитывая что мне приходится много беседовать с людьми разного уровня и ценза то есть есть необходимость и знать хотя бы по верхушкам кое-что и христиан 12 12-14 а что сверх всего этого сын мой того берегись составлять много книг конца не будет и много читать утомительно для тела выслушаем сущность всего бойся бога и заповеди его соблюдай потому что в этом все для человека ибо всякое дело бог приведет на суд и все тайно хорошо ли оно или худо увидел фотографию прочитал заголовок иногда скользнешь по тексту и сразу же себе вопрос тебе это нужно без этого ты жил до этого момента и сможешь и дальше прожить без ущерба для себя если не будешь считать про этих блудливых артистов и про убийства волшебства воровство и бесовщину аномалии такими наводящими вопросами приведи себя к мысли что ни на какие газеты подписываться не нужно проживешь вполне без них и больше будет времени чтобы познать библию посчитать толкование святых отцов пойти на благовестие в мир помолиться в храме и дома в любой стране издаются какие-то газеты и в них публикуется тоже своя криминальная хроника но они живут же без знания о наших мелочах и других публичных изданий и мы как-то же перебиваемся что не знаем о чем пишут в зарубежных изданиях притом не знаем ни день они никогда не знали и в руках их не держали точно так же и без наших газет может обойтись можем знать что-то нужно что на слуху и можно прощать за несколько минут фантастику сказки совершенно нужно забросить закон божий нужно знать до конца и знать наизусть желательно второзакония 31 24 27 когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца тогда Моисей повелел левитам носящим ковчег завета господня сказав возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега заветом господа бога вашего и она будет там свидетельством против тебя ибо я знаю упорство то есть жестоковыльность твою вот и теперь когда я живу с вами ныне вы упорно пред господом не тем ли более по смерти моей тоже могу сказать в этом сообщении Моисея весь ваш вопрос хотя я и старался отвечать но если вы привыкли ползать по чужой блевотине чужие мнения собирать в души себе то только после смерти поймете весь ущерб какой нанесли своей бессмертной душе чтением безразбора макулатурного зелья Исайя 28 8 9 ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной нет чистого места никого вразумлять проповедью отнятых от грудного молока отлученных от сосов матери как бы как бы пусть пусть она пусть она не нравится другим но на мне она как раз много чего вижу в магазине где продают одежду или обувь так что же на все виденное и посягать и гардероб свой расширять как у царисы макфея 16 26 какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп дать человек за душу свою знать о Боге и о своей душе в этом суть всего а про это в газетах мало что найду полная и доступная информация о спасении открыта спасителем в священном писании в святой библии Исайя 30 глава 5 стих все они будут посажены из-за народа который бесполезен для них не будет от него ни помощи ни пользы но стыд и срам это же можно сказать о всей публицистике в день смерти издавать газету очень непросто это не то что книгу над которой человек работает иногда всю жизнь а здесь ежедневно все новое и разное нужно подавать чтобы афиняне слушали с охотой из первых рук Сирахов 37 22 иной человек искусен и многих учит а для своей души бесполезен деяния 1721 афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охоте не проводили время как в том чтобы говорить или слушать что-нибудь новое можно только предположить о чем говорили празднолюбцы когда еще не было периодики все брали на слух но апостол Христов не пошел на поводу свое слово но стран уже возвестил им о Христе и воскресении из мертвых и был осмеян как человек вовсе незначительный и отвергнут как безумный где они теперь со своими фестами и газетами деяния 1718 некоторые из эпикурейских стоических философов стали спорить с ним и одни говорили что хочет сказать этот а другие кажется он проповедует о чужих божествах потому что он благовест овалом Иисуса и воскресения деяния 2624 когда он так защищался Фест громким голосом сказал безумствуешь ты Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия знание Павла поражает воображение живущих в 21 веке а при жизни он был презираем как малообразованный неразвитый человек что не по газетам тогдашним мыслил и поношение терпел за благовестие а не за то что понимал что-то не так как принято было в тогдашнем обществе чтобы сойти за культурного Римлян 1.22 называя себя мудрыми обезумели Римлян 3.13 в гортанях открытый гроб языком своим обманывает и от аспидов на устах на губах под напором не страшный суд а суд земной и страшный чем завершится приговор какой нас неужели Бог не размонашит Евангелие не подаст своей рукой не о сектантах речь о православных разбившихся на множество течений божественное слово станет главным или опять заменит абы чем-то хотелось хотелось бы взглянуть одним глазком епископов звездоней увидеть за деньги крестят так же и песком хрустят болотными ракушками акридой что будет с книгами моими в интернете хотя бы где-то что-то проросло осталось ли хотя бы полкуплета провозгласят пророком или ослом вот такое стихотворение и на этом сегодня все